Она была такая зеленая эта улица, очень красивая была. И все вырубили, а где машины? Машин на Красной Армии столько, что устанешь считать. Автомобилями здесь заставлено буквально все. Кое-где водители даже вынуждены парковаться в два ряда, подпирая чужие иномарки. А вот пешеходам разгуляться негде. Для них оставили лишь два узеньких тротуара. Однако скоро, обещают, в мэрии здесь все изменится. Вот-вот на Красной Армии начнется масштабный ремонт. После него припарковать свой транспорт здесь смогут лишь 150 человек. Остальных будут отправлять на многоуровневую стоянку неподалеку. Слава Богу, пусть сделают. Будет хорошо, что делается, делается для нас. Первыми к работам приступят коммунальщики. Они заменят все трубы тепла и водоснабжения. Некоторые сети проходят под крыльцом торгового центра, поэтому главный вход в здание на время придется закрыть. В данном районе у нас планируется заменить 7 участков тепловых сетей общей сложности 1500 метров. С 1 февраля начнем с первого этапа. Это Рязовский переулок. Он будет полностью, к сожалению, перекрыт. Будет установлен забор. Будет сделано временное теплооснабжение. Люди, близлежащие дома, без тепла не останутся. В июне ремонтную эстафету подхватят уже дорожники. Все электропровода на Красной Армии спрячут под землю. Вдоль дороги установят новые фонари. В порядок приведут также тротуары и проезжую часть. Ни одной ямки обещают не останется. Плющатку будут использовать разноформатную. Такая же уложена в исторической части города, в частности на проспекте Мира. Проект реконструкции Красной Армии сегодня показали главе Красноярска Сергею Еремину. Работы отметил мэр много, но главное все делать поэтапно. Это как знаете, сейчас вот к примеру взять, допустим, давайте приготовим все вместе вот сейчас рыбу под шубой. Алена там будет рыбу готовить, там кто-то картошечку, морковку, свеклу и так далее. И кто первый успел, тот начнет укладывать. Ну вот и что у нас получится? Ерунда получится. Если мы там сначала свеклу, морковку и так далее, сельд уже не подсунешь под готовый салат. Поэтому и здесь то же самое. Поэтому будем заходить под землю ныряем и постепенно, постепенно пошли. Капитальный ремонт начнется не только на Красной Армии, но и на прилегающих улицах Декабристов, Горького, Диктатуры Пролетариата, Обороны. Не обойдется безвременных перекрытий. А вот на Дзержинского схему изменят насовсем. Улицу сделают односторонней с большой прогулочной зоной для пешеходов. Машины смогут проехать лишь по двум полосам в сторону улицы Ленина. Екатерина Любим и Александр Ермошенко. Енисей. Новости.